Он прошлый год приезжал, а мы не попали. И вот в этот год решили наверстать упущенное. Будет интересно, весело, красиво. С таким настроем саровчане шли на концерт Алексея Архиповского. Он не первый раз приезжает в наш город и хорошо знаком ценителям музыки. Алексей Архиповский – балалаешник-виртуоз. Его часто сравнивают с великими музыкантами – Паганине и Хендриксом, которые перевернули сознание слушателей, заставив по-новому взглянуть на возможности струнных инструментов. Алексей Архиповский – универсальный музыкант, свободный от рамок. Он создал другой стиль игры на балалайке. Виртуоз совмещает аутентичные гитарные и оригинальные приемы извлечения звука с революционным новшеством и не перестает удивлять публику новыми находками и открытиями. Это способ двигаться в какие-то пространства. Внутренне я импровизирую, но внешне есть кости, которые… Ну, некая история, которую я пытаюсь открыть больше и меньше удачно, более-менее глубоко, получается, не получается и так далее. Я стараюсь не цитировать. На протяжении всего выступления публика с замиранием сердца прислушивалась к неземным звукам балалайки. Необычность звучания – особенность игры Алексея Архиповского. Для виртуоза балалайка – это не просто струнный инструмент. Она должна быть прозрачной и невидимой, чтобы музыка шла сразу от сердца к сердцу. Алексей Архиповский считает свой инструмент к ладисе тайн и загадок. Это мастеровой инструмент, тот, на котором я буду сегодня играть, 1928 года. Года коллективизации, как бы, питерского мастера Галиниса. Вот. Иваном я его назвал. В 2011 году виртуоз попал в российскую книгу рекордов номинации «Лучший в мире балалайшник». Он желанный гость на фестивалях классической, этнической, фольклорной и джазовой музыки. Несколько недель Алексей Архиповский будет гастролировать по закрытым городам России, а после в планах у виртуоза выступить за границей. Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24.